Всем привет, друзья, с вами Паша Фриман, и сегодня нас ждет не совсем обычный ролик для моего канала. Я попробую сделать обзор на компьютерную периферию, а именно на джойстик Thrustmaster T16000M FCS. Сразу же хочу сказать одну очень важную вещь. Я никогда раньше не летал на джойстиках и не умею делать ролики подобного рода. Но так как я хочу развиваться, я постараюсь сделать все максимально качественно и объяснить максимально понятным языком. Но если будут какие-то косяки, например, я не во всех особенностях расскажу, то обязательно пишите об этом в комментариях. Ну и, собственно, мне попался джойстик Thrustmaster T16000M в комплектации только с одним джойстиком, то есть сам джойстик. Также существуют комплектации с ручкой управления двигателем, он же рут, и с педалями. Соответственно, вы, естественно, можете все это купить отдельно. Все эти аксессуары покупаются отдельно, и все это работает в одной экосистеме. Из интересных особенностей могу выделить возможность ставить два таких джойстика в одну связку для правой и левой руки. Это очень удобно для космических симуляторов, в которых эта функция будет очень полезна и функциональна, так как там очень часто используются два джойстика. Сам же джойстик довольно удобный. Рука на нем лежит очень уверенно, не устает от долгих сессий, более двух часов. Было проверено лично мной на четырехчасовом стриме, так как джойстик имеет амбидекстральный дизайн. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я несу тортик! На самом деле тут сложного ничего нет. Это означает, что им можно пользоваться как и левой, так и правой рукой. Сама рукоятка имеет довольно широкий упор для снижения нагрузки на руку. Сама база довольно весистая и широкая, что дает хорошую стабильность. Имеется 8 противоскользящих ножек. Во время резких и задержанных маневров джойстик не летает по столу и стоит уверенно. С тыльной стороны базы имеется переключатель для настройки 12 кнопок для правой или левой руки. Разумеется, конструкция частично разбирается, имея три съемных компонента. При необходимости можно подогнать эргономику под правую или левую руку. Его джойстик имеет 16 кнопок с сенсорной индикацией, 12 на самой базе и 4 на самом джойстике. Также имеется 8-позиционный переключатель точки обзора и многопозиционный регулятор. Например, War Thunder я управлял оборотами двигателя. Он, кстати, имеет очень плавный ход с приятным усилием. Ощущение сравнимо с колесиком от Apple Watch. Те, кто пробовал, я думаю, поймут. Также приятно менять положение на нем, как и на часах. Из фич в джойстике имеется технология HEART. Hell Effect Accurate Technology. Вы спросите, что за слова я такие непонятные произношу? Я вам скажу, что это технология магнитного позиционирования с помощью трехмерных магнитных датчиков. На цифрах это звучит так. 16000 на 16000 значений, что в 256 раз больше, чем у обычных систем позиционирования. Тем самым Thrustmaster T16000M имеет очень точное управление и отлично передает ваши команды в игру, позволяя более точно заходить на противника или совершать маневры. Также в этой системе магнитов нет трения. Это означает, что со временем не теряется точность управления. Помимо этого, имеется 4 независимые оси, включая поворотный переключатель руля направления. Он управляется поворотом джойстика. Пластик, из которого сделан девайс, в очень качественной и повышенной твердости, с прорезиненными элементами. Собран довольно хорошо и надежно. Также имеется подсветка центральной части базы. Когда вы начинаете движение джойстиком, то она включается. Как только занимает номинальное положение и вы его не дергаете в разные стороны, то она отключается. По дизайну, думаю, рассказывать ничего не стоит, так как его воспринимать будут все по-своему. Например, я бы хотел видеть на триггере не цветной пластик, а черный. А так, в целом, никаких личных у меня нареканий дизайн не вызывает. Довольно гармонично смотрится с остальной моей периферией. А теперь перейдем к самому использованию джойстика и опыту, который он мне подарил. Как я вам в начале ролика уже говорил, до этого у меня не было подобного устройства, и я не имел опыта полетов на джойстиках. При этом, в первом же стриме, это примерно через 2 часа, как я только его взял в руки, я сумел сбить ракетами бомбардировщик в игре War Thunder. Кстати, на ней я и проводил тестирование сияя агрегата. Суббарда, налетав примерно 20 часов полета, с уверенностью могу сказать, что довольно хорошо научился на нем летать. Для уровня новичка, конечно же. Я не эксперт в симуляторных боях, к сожалению. Но бомбы отправляет достаточно точно. Примерно 90% упадания идет в цель. Со стрельбой мне все еще нужно работать. Кстати, в самом War Thunder имеются готовые профили под этот джойстик. Так что заморачиваться со стройкой не обязательно. Просто немного откалибровать под себя, и все. Можно идти в бой. Я хотел его протестировать еще в игре или Dangerous, но пока у меня не хватает времени и возможности это сделать. Может в будущем я его протестирую, сделаю видео или стрим по этому поводу. Подводя итоги, могу сказать, что джойстик Thrustmaster T16000M подошел для меня как для новичка. Очень хорошо. Летать удобно, учиться, выполнять маневры и отрабатывать стрельбу понятно и приятно. Думаю, еще часов 30-40 на лете я буду играть намного лучше, чем сейчас. Также опробую его в других играх, когда появятся возможности. Но пока для Тундры очень даже неплохой выбор для начинающего пилота. Ну и конечно же отличный подарок на Новый год. Если вас данный джойстик заинтересовал, я оставлю ссылочку на него в описании. Надеюсь ролик оказался для вас полезным, и как первый мой опыт у меня вышло неплохо, надеюсь. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. А если вам есть что добавить или уточнить, то пишите и задавайте вопросы в комментариях к этому ролику. А с вами был Паш Фриман, и всем пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok